В эфире диспозиция, это Гагарин, поехали! Сегодня, конечно, о ВНС и вооруженных силах. Скажу сразу и открыто, у белорусской армии есть один очевидный недостаток. Она не испытана в бою, реальный опыт все-таки хромает. Но, но этот тяжелый статус мы готовы и дальше переносить с достоинством. Похоже, для этого есть и шансы, и возможности, а главное – воля. Это то, что лично я понял в дни Всебелорусского народного собрания. О нем много сейчас и детально говорят, глубоко анализируют, экспертно вникают. Но ведь главное, как всегда, видно сразу – белорусский народ выбирает мир. Во что бы то ни стало, нация готова отстаивать мир всеми силами, всем сердцем. Таков у форума итог. Впрочем, об итогах говорить как раз сложно, ибо рукава придется еще больше засучить. Независимость нашу на Западе в покое не оставят. Тем более, что планы Минска идут вразрез с демократическим устремлением и представлением Европы. Мы ведь режим почти кровавый, диктатор и все такое, а не воюем. Считай, единственное в регионе не втянулись в бойню. В наглую не увеличиваем кратно оборонный бюджет. Ну а когда демонстрируем, что реальность вообще может быть пасторальной, с коровками на лугах, тракторами в поле, как нам такое простить? Понятно одно. Нас очень хотят втянуть в войну. Как никто другой, и я, как главнокомандующий, и наши военные, спецслужбы это видят. Пока они нас провоцируют, роют окопы, модернизируют военную инфраструктуру, вооружение. Я уже говорил, мы по другую сторону границы здесь строим мирную жизнь. Сены не возводим, окопы не роем. Но наше миролюбие не пацифизм. Я попрошу не путать. А ведь путают. Такое впечатление, что Брюссель да Вашингтон нас порой за тех котят считают, что на открытках будто глазки строят. И ничего вокруг не замечают. А умственные способности у нас такие, что мы якобы запросто верим, что мигранты причина подтягивать танки к белорусской границе. Президент на собрании дал четко понять, что мы знаем истинные замыслы и даже состав сил у своих рубежей. А вообще даже имена летчиков Альянса, которые летают рядом, знаем. На западных границах мы лицом к лицу стоим с НАТО. Утвержден план развертывания 300-тысячной военной группировки на восточном фланге Блока. Они называют это поясом сдерживания. Понять бы только, кого они собираются сдерживать. Поляки развернули на границе с нами боевые подразделения вооруженных сил для защиты от якобы массового проникновения с белорусской территории мигрантов. Серьезно? Профессионально вооруженные, до зубов, военные стоят на границе, чтобы убивать женщин и детей? Безоружных людей, бегущих от войны? Из тех государств, которые они разорили? Минск, конечно, обязан реагировать на увеличение под боком дивизии до бригад НАТО. Слишком большой ценой на нашей земле завоеван 80 лет назад мир. У страны имеются ресурсы для обороны. И это, в первую очередь, единство народа. Во вторую очередь, это тоже единство народа, только конкретнее вооруженной его составляющей. Готовы выполнить поставленную задачу, ту задачу, которую поставил глава государства. Потому что мы имеем высоко обущенный личный состав и новую, и модернизированную технику. Глава государства очень много внимания уделяет вооруженным силам, нашему виду вооруженной силы. Потому что только вот за последнее время мы получили новые образцы зенитно-ракетных войск. Это зенитно-ракетную систему ОС-400, ТОРМ-2. Также на боевое дежурство они заступили. Мы получили, вот буквально пару недель назад, вторую партию вертолетов Ми-35СМ. Ну и ожидаем еще очередную партию самолетов 130СМ. Развивая вооружение, Минск точечно вкладывает средства в технологии. Как показывает СВО, новое не значит однозначно эффективное. Проверенное временем оружие порой гораздо важнее. Были бы боеприпасы и специалисты. Об этом знали и победители в холодной войне, когда в 90-х участливо помогали сокращать армию. Точнее, резать. Резали все. Самолеты, танки, артиллерийские установки. И я помню, приехал в Борисово. Передо мной жуткая картина. Перевернутые танки, БМП. Для меня человека недавно порезанное на куски. Для меня человека недавно в офицерской должности, служившего в армии. Это было не просто непонятно, это было жутко. И тогда, может быть, не имея полномочий таких, я прекратил эту резню. Запретил уничтожать бронированную технику. Процесс удалось не просто остановить. По поручению президента, военные просчитали необходимость модернизации техники и вывели ее в итоге на уровень тех образцов, которые только сегодня стали втридорого производить в Европе. Заполняя на минуточку пустые арсеналы. А наши склады лишь пополнялись. Все это время все-таки полезно жить своим умом. Своим умом и в своих интересах в Беларуси решили переработать и концепцию национальной безопасности, и военную доктрину. Здесь много новшеств, фиксирующих наши позиции по изменившейся обстановке на планете. В западных масс-медиа отмечают прежде всего положение стратегических документов, отражающее наличие на территории Беларуси ядерного оружия. Про американское такое же оружие, конечно, не вспоминают. У них, видно, там миролюбивый атом. А вот нас стремятся обвинить. Ну, в чем-то опять обвинить. В росте напряженности и так далее. Дежурный набор. А ведь, по сути, ядерные боезаряды в Беларуси – это спасательный круг для всей Европы. Заложники амбиций США и своих собственных воинственных заявлений, западные политики теперь всегда могут красиво остановиться, кивая на Минск. Это еще предстоит осознать. Пока же надежду на мир, кроме нашей военной доктрины, дает еще западная молодежь, которая с огромным скрипом идет в армию, как на плаху. Про Украину с охотой на мужчин и не упоминаем. Уже и срочную службу все больше страны ЕС планируют вернуть. А у нас хоть и срочка есть, но парни войска отправляются с желанием. Кстати, прямо в эти дни в строй становятся те, кто с оружием в руках будет реализовывать решения народа. С хорошим настроением, без каких-либо плохих чувств полностью готов служить. Хочу завладеть мужеством, чтобы у меня был мужской стержень. Ну, в принципе, чтобы я был храбр. Я считаю, что в такие непростые времена владеть оружием и своей военной специальностью должен уметь каждый мужчина. Одна еще деталь. Наших солдат в армию близкие провожают, не сдерживая гордости и радости. А вот мать солдата она точно знает и чувствует, к чему будут готовить сына. Так вот, в Беларуси готовятся к обороне своего дома. Это самое главное, о чем было сказано на Всебелорусском народном собрании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова